Например, если мы хотим узнать, сколько будет стоить отправление. Ну, например, отправление будет вот таким. Мы его вкладываем на лице и нажимаем «Узнать стоимость отправки». Теперь не нужно стоять в очереди, чтобы отправить посылку. С помощью такого терминала все можно сделать самому. В почтовом отделении на Мичуре-9 теперь все по самым современным стандартам. Есть автоматизированная система хранения и выдачи отправлений – почтомат. Еще из нововведений на почте появилась раздевалка. Это для тех, кто заказывает одежду или обувь в интернет-магазинах. Теперь для их примерки идти домой не нужно. В офисе полностью обновили и технику, а все сотрудники прошли обучение. Главная задача такой реконструкции – это борьба с очередями и повышение комфорта. Это новый стандарт абсолютно. Здесь новые программы, новое оборудование, но самое главное – новые подходы. Подходы, которые позволяют людям значительно расширить спектр услуг, создадут удобство. Теперь только старые фотографии напоминают, каким было это отделение до реконструкции. Занимали в несколько окон сразу. Почему? Потому что у кого-то зависнет компьютер. Уходили в другое окно. Идешь на почту по часу, иногда и дольше ожидали. Сейчас это самое современное почтовое отделение в Поволжье. Оно буквально получило вторую жизнь. Реконструкция длилась почти год. В свое время город Куйбышев славился тем, что все передовые технологии, передовые учреждения, организации создавались и открывались именно в городе Куйбышеве. И последние пять лет мы видим, что самые уникальные проекты и самые современные предприятия открываются именно в городе Самара. Это стало возможным с приходом в Самарскую область губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Почтовое отделение нового формата уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле и других городах России. В Самаре их должно появиться еще 12 до конца этого года. Валерия Макаров, Василий Колдашов. События.